Мне достаточно просто поздороваться с человеком, чтобы понять, это жулик или настоящий сновидящий. Всем привет, я Даша. У нас всё ещё дичайшая жара. Кто-нибудь, пишите уже в Сибирь дождик. Желательно затяжной. И сегодня я буду рассказывать о книге Элизабет Кирберт «Есть молиться любить». В какой-то веке я вам показывала настоящую живую книгу. Как я по ним соскучилась. Перейдёмся к нашим баранам. Одна из моих любимейших книг. Как выяснилось, я веду историю чтения для своих любимых книг, которые вот именно перечитываю. Периодически, а этот фокус я прорачиваю только с любыми книгами. На заднем форзаце, карандашиком. Я вписываю периоды чтения. И вот я открываю и делаю для себя открытие. Оказывается, я её читаю каждые два года. Прямо чётко. То есть до того, как и осталась историю чтения, я её перечитывала минимум три раза. Сам первый раз был в электронном виде, потом снова в электронном. И я подумала, ухрен, а я её уже два раза перечитывала. А раз в электронном, надо скорее покупать бумажную версию. И я её приобрела. А потом стала вестись история чтения. Я её читала в пятнадцатом году, в семнадцатом году и сейчас в девятнадцатом. Каждые два года. Как так вышло, не знаю. Книга совершенно изумительна в том плане, что она помогает пристушить чувство тревожности, если у вас стресс. Я не буду использовать слово «депрессия», потому что это уже заболевание. А то многие думают, что депрессия – это просто когда ты недельку в трудном настроении. Помогает, в общем, понизить уровень стресса, чувство тревожности и всё такое, по крайней мере мне. Я надеюсь, что не только мне всё-таки. Это книга о женщине, которая вследствие… Которая сама пережила сильнейший стресс. И вследствие него отправилась в путешествие по трём странам. И так совпало, что все три страны начинаются с буквы «И». Это Италия, Индия и Индонезия. В Италию она поехала, чтобы наслаждаться жизнью и, в первую очередь, языком, потому что она обожает итальянский язык и хочет погрузиться в эту среду. Поэтому отправляется туда. После Италии она отправляется в Вальшам, в свою гору. И там духовно развивается, ищет себя, ищет Бога, ищет Бога в себе. Ну а после этого уже едет на Бали в поисках. Ну не в поисках, но так выходит, что она ходит… Как бы выразиться? Ну и любовь, романтическая выразовалась. Вот поэтому книга называется «Есть, молиться, любить». Вообще, все это так написано, что вам станет легче, если вам тяжело на сердце. Ну, мне становится легче, когда я читаю, и все это описано так вкусно, так интересно. Столько фактов я выписала, хотя я читала книгу в шестой раз как минимум, но все равно я выписала очень много фактов любопытнейших. И, знаете, я сама начала медитировать. Ну, тут просто упоминается, что вот моя гуру рекомендует по утрам делать шестую мантру. Я такая, как интересно. Ну-ка я попробую. И попробовала. Вы знаете, мне так понравилось. И если вы не знаете, что мне подарит на день рождения, я жажду четки. Ну, у меня есть, но там 33 бусины, а нужно число кратное трем. Эту мантру именно столько раз нужно читать. Кратное трем – это 3, 9, 108. Причем она действует на меня просто. Вот голова как-то теплеет. У нее такое появляется приятное. Вот. И однажды я попробовала делать ее стоя. Ну, просто не было времени посидеть. Мне надо было быстренько. Вот. И вы знаете, мне начало колбасить. То есть, когда я делала ее сидя, я этого не замечала. Но каждый раз, когда я делала ее стоя, я потом еще несколько раз пыталась. Меня прямо вот аж вот так вот шатать начинало. То есть, она на меня действует очень позитивно, положительно. И вы знаете, у меня есть одно заболевание с детства. Немножко неизлечимое. То есть, она контролируется лекарствами, но начать лет от него не избавиться. И, значит, мама, выслушав этот вердикт, мне было лет, допустим, 9, стала меня таскать по всяким... Я их называю трехглазами, потому что они говорят, что у них открыл третий глаз. Поясновидящим. Поэтому мне достаточно просто поздороваться с человеком, чтобы понять, это жулик или настоящее ясновидящим. Так вот. И когда я попадала в руки к настоящим, и они стояли позади меня какие-то пасы руками. Я вот сейчас рассказываю о себе какие-то непонятные вещи. Так вот, если они были настоящими, то меня вот точно так же начинало колбасило, колбасить. А сейчас выходит, что я могу саму себя колбасить, так получается. Я не знаю, есть ли от этого какой-то эффект именно на это заболевание. Не спрашивайте меня, какое, я вам не скажу. Наверное. Кстати, возвращаясь в мое прошлое, скажу, что ни один из трехглазых не смог мне помочь. Да, так что, хотя была одна, которая вообще классная. Дело в том, что да, вы можете меня зачморить и верить в такие вещи, потому что сама на себе ощутила. У меня была одна злодейка, девушка, с которой мы... Не мы, а она на меня была зла из-за парня. То есть она имела вид на человека, с которым я мутила. И, в общем, я один раз пошла с подруга в кинотеатр, она там была. А в нашем обществе было принято обниматься. И пусть даже ты ненавидишь человека. Лицемерием, привет. Вот. Ну, она полезла ко мне обниматься, но не буду же я ее отталкивать, да? Воспитание не позволяет. В общем, и как у меня сердце прихватило буквально спустя 10 минут. Я думала, я не доживу до дома. Вот упаду просто там в кинотеатре или на улице. И, в общем, меня с утра мама сразу потащила, вот, какая-то хорошая, жизнновидящая, какая-то настоящая. Я вот не успела до жертая раскрыть, она даже не знала, в чем дело. Говорит, сердце. Я, ммм. Она, что обнималась с кем-то? Я, ммм. Это... Враг твой. Я говорю, ну, не враг, она меня считает врагом. Она говорит, ну, почина тебе, моя дорогая, значит, что-то пасы какие-то там сделала, и все пошло. Можете, конечно, сказать, что самовынушение, но... Как бы, я точно знаю, что этой девочке вернулось то, что она мне прислала, так что помните о карме господа и дамы. Что-то меня повлекло о моей личной жизни рассказывать. Что за маги? Вернемся к ней. Я все-таки о ней говорю. Я очень сильно люблю первые две части, где вот Италия, Индия, там, где Балия. Это моя менее любимая часть, хотя она мне тоже нравится. Ну, там... Италия, Индия меня как-то больше интересует. Тем более Индия. Почему я вообще начала читать эту книгу? Дело в том, что я твердо уверенно, адекватно экранизировать эту книгу невозможно. Потому что на том, как человек ищет себя, ищет Бога, как можно это экранизировать. Самый адекватный режиссер не сможет, самый шикарный сценарист не смогут. Твердо в это верю. И однажды я видела целый кадр с Челли Ромберс этой экранизацией. И мне этого кадра хватило, чтобы понять, что это провал. Но недавно я все-таки посмотрела фильм. Здесь я заставила. Лучше бы я этого не видела. Это... Ну, вообще, знаете, это нормально, когда человек сначала почитал книгу, а потом посмотрел фильм по этой книге, и ему не понравилось. Это абсолютно нормально. Я знаю только, ну, три, может быть, пять исключений из этого правила, когда экранизация была так же хороша, как книга, и даже лучше. У меня, по-моему, на канале даже есть видео на эту тему. Ему несколько лет. Но оно есть. Поэтому в данном случае ничего удивительно, что экранизация мне не понравилась. Потому что я большой фанат книги, и это не сюрприз. Ну, в общем, я посмотрела, подумала, ну, это надо как-то заесть. Это надо мое плохое впечатление, надо как-то приглушить. И думаю, ну, я как раз сейчас зачитала книгу. Почему бы не почитать «Есть мои лица любите»? И у меня как раз сейчас такой тревожный период жизни. Завтра успокоюсь, хоть чуть-чуть. И я ее почитала. Вот так это произошло. И, пожалуй, ее буду завязывать, потому что, получается, видео не о книге, а обо мне. И как бы... Что? Поэтому я заканчиваю. Я прощаюсь с вами. Пока-пока, и до скорых книг. Я rescушаю. Вот так вот, пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...